Субтитры создавал DimaTorzok Нам ждать несутки, что мы работаем везут к тому, что это. Так что начинаем, продолжаем объединять, разбираться перед тренировками. Что же мы установили на прошлой реакции? В том, что мы можем перейти от функций Грина, не перенормированных, к перенормированным. Функция Грина таким образом, что для функции Грина электрона G, как P, функция Грина электрона, это вот совокупность. Она изображается в такой виде, жирной. Это, конечно, матрица в пространстве и нормном пространстве. Но матрица электрона не пишется. Эта функция Грина, она, полная функция Грина, представляется в виде Z2. Эта констанция перенормировки на G, R, перенормированная P, и это G, R, перенормированная P. Это есть минусы, делить на P, минус A, но это затравочная паста. Минус, а, минус, ну ладно, напишем. Уже перейдем сюда, к перенормированной. И причинам 2. Здесь вот что такое. Минус синква перенормированная от P. 2. Определение синква перенормированной от P. Это следующее. В квантовой электронизнамике, где перенормировка ведется на массовый порядок. Это сигма от P. Есть. Есть. Сигма от P. Еще раз повторяю, что я пишу здесь сигма от P со шляпой, потому что в зависимости от импульса, в сигма, может входить только через P со шляпой. Через P со шляпой и через P в квадрате. Но P в квадрате, это и есть P со шляпой в квадрате. Поэтому можно так писать. Сигма от P минус сигма от M. Сигма от M. Это уже M перенормированная масса. Сигма, конечно, вот эта сигма зависит кроме от I, кроме от M. В зависимости от импульса содержится зависимость от M или M0, которая явно здесь не выписывается. M и M0 связаны между собой таким соотношением, что у нас сначала была затравочная масса, но у нас через разнированная масса или затравочная масса связаны между собой таким соотношением. M равно M0 плюс сигма от M. Значит, сигма от M это сигма от M плюс сигма от M минус P со шляпой минус N. Сигма от M на сигма от F от F от F от F. И здесь еще есть у нас множитель. Какой множитель? Единица плюс сигма от M. В какой только степенье, adjuster 5 Сигма от P maj plus сигма от M В З1 седьмой и Z2 есть 1 плюс седьмой штрих от L минус L и это тождественное перетисывание вот это тождественное перетисывание если мы подставим сюда вот эта величина вернее вот эта величина это есть не что иное как единица а минус L деленное на F со шляпой минус L минус F это тождественное переписывание ничего больше да у нас это просто Z2 а минус совершенно верно нет совершенно верно ну так что здесь уже переписывание вы можете проверить давайте проверим подставим сюда как вот туда подставим седьмой от P таким образом что это есть значит мин седьмой от P равно седьма от N плюс седьма от M P со шляпой минус M на седьмой штрих от M да плюс седьмой штрих от M да на седьмой штрих на седьмой штрих от P вот я подставил просто отсюда взял седьмой штрих вырезал через седьмую и подставил сюда вот оно все у меня стоит теперь я говорю вот это P M0 минус сигма от M M0 плюс сигма от M пардон я обозначаю как M P со шляпой минус M умножается на единица минус здесь у меня получается P со шляпой минус M умноженное на единица это вот отсюда минус F F от M это вот это да M пардон здесь опять это конечно 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 здесь опять знак не стоит это вот а здесь единица минус сигма штрих от M вообще относится видите это общая множность единица минус сигма штрих от M это общая множность и получается здесь P со шляпой минус M минус сигма r, вот P, сигма резонерный ответ все, вот получается минус I делить на вот это вот выражение и обзывая единицы минус сигма штрих минус P как Z2, мы получаем это выражение повторяю, что это просто дождественное переписывание, да, дождественное переписывание а в чем его смысл, это вот это переписывание? а смысл его в том, что теперь у нас, если в одной петле посмотрим, то что мы видим? сигма от нас расходилась, расходилась, да, интеграл расходился для сигмы тогда очевидно, что интеграл G сигма, вот сигма изображается вот такой диаграммой интеграл расходится, причем расходится линейно, по формальному подсчету расходимости, расходимость линейно но если мы возьмем и сделаем два вычитания вот вычтем от сигма, пока забудем про вот этот ножник Z2 каждое вычитание уменьшает степень расходимости поэтому после двух вычитаний интеграл уже у нас сходится вот этот сигма R в одной петле сходится значит, все расходимости мы посередине сами в таком виде, что расходимости у нас сидят только в Z2 ну, в одной петле это очевидно, что все расходимости только в Z2 а в других высоких порядках теории возмущения это не очевидно, на самом деле, потому что ведь у нас еще сигма R содержится вот этот самый изображитель, который оказывается нужным как раз для того, чтобы все расходимости убрать убрать все расходимости, но только в том случае, если у нас сигма R будет уже выражена через перенормированную массу определенную таким образом и через перенормированный заряд, который мы еще не ввели ну, на прошлой лекции мы перехали, но я просто повторяю всю его идеологию этих номеров вот вы так перешли в перенормированной функции Грина, потом перешли для электрона потом, причем, что такое сигма R? сигма R это вот минус I, то есть минус I на сигма R это не что иное, как совокупность всех вот таких вот диаграмм одночастично приводимых причем здесь ампутированная функция Грина, то есть без внешних функций Грина вот так, вот что такое сигма R дальше, точно так же мы перенормировку для фотонного пропагатора проводим там есть некие осложнения, ну не осложнения, может быть есть и осложнения, есть и упрощения есть осложнения, связанные с тем, что функция Грина для фотонов она содержит поперечную часть и продольную часть продольная часть не получает традиционных поправок а поперечная часть получает традиционные поправки и только она должна перенормироваться то есть мы это обсуждали, опять же, на прошлой лекции что мы получили, что функция Грина Жельменю от К она может быть записана таким образом здесь поперечная часть поперечная часть, она пишется как Жельменю минус Кмю Кмю делить на К в квадрате это вот поперечная часть да? значит, передней площадке минус И З3 делить на К в квадрате а здесь единица минус П Р вот К в квадрате это перенормированный поливекционный оператор З3 константы перенормировки для фотонного поля для электромагнитного поля значит, и здесь стоит ну, множество по разным пишется я не знаю здесь продольная часть так коэффициент предпродольной части он естественно зависит от выбора перебровки ну, так я напишу плюс dL это коэффициент который не перенормируется а здесь Кмю Км или К квадрат квадрат так ага ну, тогда минусы я вынес в общую минусы минусы общую так для чего я это сделаю? для того, чтобы ну, я могу не выносить для того, чтобы пока нет dL ну, я думаю, что так удобнее сделать при dL и написать здесь знак плюс тогда при dL равном единице мы приходим к фельдинской колебровке вот это функция Грином электрона фотоном там перенормируется pR перенормированный поливцом оператор здесь значит усложнение связано с наличным вот этого члена а упрощение связано с тем, что благодаря колебровочной нориантности у нас не надо проводить перенормировку массы масса потона остается благодаря колебровочной нориантности равной нулю это связано с тем, что если мы введем поливиционный оператор p ну, как мы его введем и он может иметь вид благодаря колебровочной нориантности g на k в квадрате минус h на k на p от k в квадрате да? p от k квадрате будет скалярная функция и и p нориантность p нориантность p от k квадрате это минус минус первая степень и константы перед нориантность это есть 1 минус п 0 минус первая степень да? правильно? ну, замечательно и опять это тождество опять это тождество на самом деле мы провели тождество операции ну вот так вот выделили таким образом множители Z которые назывались перенормировали перенормировали перенормированные множители константы перенормировки и ввели вот перенармированный полиционный оператор. Утверждается, что он не содержит, что этот оператор, перенармированный полиционный оператор, допускает снятие реализации, будучи выраженным через, опять же, физическую доступ и физический заряд. Ну, опять, еще что я должен был бы сказать здесь, на что обращал внимание Петр Александрович, или кто? А, нет, Александр Алексеевич обращал внимание на то, что вам говорили, что, а как же так, вот заряд там, бегущий заряд зависит, да? Вот я должен обратить внимание, что я уже говорил, что так делается перенармировка в флантовой интергенции. Называется она перенармировкой на массовой поверхности. Но в чем смысл вот этих вычитаний? Вот до этого вычитания, вот до этих вычитаний. Мы говорим, что смысл в том, чтобы сделать вот эту петлю конечной, да? Пускай в одной петле, давайте для простоты говорить об одной петле. Делаем вычитание. Значит, сигма становится конечной, да? В расходящиеся интегралы сокращаются после вычитания. Но вычитание вы можете не в любой точке проводить вычитание. Не обязательно в какой-то точке М, которую позвали физической массой, да? А в любой точке мы можем. Берем какую-то точку, П квадрат равная мю квадрат, там. И в точке этой, ну, желательно взять, П квадрат равную мю квадрат. Отрицательная. Чтобы было П квадратно. Отрицательная. Почему отрицательная? Потому что, как бы, потому что в евклидовой области у нас все вот эти величины, вот это вот сигма в евклидовой области, сигма в евклидовой области, сигма в евклидовой области, как раз и означает, что отрицательная, П квадрат отрицательная, да? В этой области сигма вещественна. Сигма вещественна, П вещественна, да? А ежели пойдем мы в область положительных k квадратов и положительных p квадратов, то у нас появляется мнимая часть. Почему появляется мнимая часть? Появление мнимых частей связано с соотношением унитазности. Вот смотрим диаграмму диапазонного оператора. Ежели k квадрат меньше нуля, здесь не может быть реальных промежутственных состояний. А если k квадрат положительный, то у нас нужно реальное промежутственное состояние здесь. Если k квадрат больше 4m квадрат, то может здесь рождаться электронка из тронной пары. Правильно? При k квадрат больше 4m квадрат. Может рождаться электронка из тронной пары. Что это означает? А из-за соотношения унитазности. Соотношение унитазности говорит нам, что мнимая часть амплитуда рассеянности равна полному сечению. Да? Но ежели полное сечение, это значит, должен быть процесс какой-то. Начальное состояние должно иметь возможность во что-то переходить. А если у нас k квадрат отрицательное, то ты не можешь ни во что переходить это состояние. Нет реальных промежутственных состояний, поэтому нет мнимых частей. И в Клидовской области эти величины несчастенны. И поэтому Мирдер-Брух проводится и в Клидовской области. Но, повторяю, не обязательно здесь в нуле проводить Мирдер-Брух. Межели вычтем не в нуле, а в каком-то точке m квадрата. Ну, минус m квадрат. Тут тоже получим выражение, которое конечное, в одной петле. В одной петле конечное, очевидно, получим. То есть, термировка может проводиться по-разному. В разных точках может проводиться термировка. Вот это мы уже здесь должны понять. Здесь она может по-разному проводиться. В разных точках. Ну и константы термировки, поэтому, в общем-то, разная зависит от точки термировки. И масса, вот это, я же сделаю, по-другому будем определить, массу нужно по-другому определять, массу определить как положение полюса, положение полюса вот этого пропаганда. А можно по-другому вообще определить массу? Ну, можем так сказать. На самом деле, напишем, вот, функцию сигмы напишем, да? Сигму напишем. Ее общий вид-то вот такой, это есть P, P со шляпкой на A от P в квадрате, правильно? Структура сигмы такая. Ну и массу определим, скажем, как... или... массу определим, как... лучше даже не та, а напишем, как... выражение, вот это выражение для функции G, пусть это G от P, G от P. Вот такие же G от P в таком виде, да? G от P. определим массу, скажем, вот, скажем, соотношение вот этих функций B от P, A и D в какой-то точке. В какой-то точке в мюш квадрате. И так определим массу в этой точке. В общем, повторяю, что это совершенно необязательно определять массу, как положение полюса. И более того, это даже... в партнерской динамики оказывается невозможным. Потому что мы не знаем, как... такое... Как? Имеют ли вообще у нас функционируемый полюс или нет? И даже наверняка не имеют, ежели мы верим в то, что у нас есть контроль. Наличие полюса свидетельствует о том, что у нас есть свободная частица. Частица может быть в другом состоянии. Что в квадратовой динамике для квадратов и леонов не правильно. Ну ладно, это я как-то отвлекся. А что я хочу еще закончить? Чем мы закончили на прошлой лекции? Еще в великой набировке вершинной функции. Мы сказали, что вот у нас есть еще расходящиеся диаграммы. Это когда у нас один фотон и два... Одна фотонная линия и две электронных. То есть такие диаграммы. Здесь P1, P2. Совокупность всех таких геограмм без заряда. Обзовем совокупность всех таких геограмм, вклад, всех таких геограмм, как гамма-мю. Мю это индекс лоринцевский потона входящего гамма-мю от P1, P2. И скажем, что это гамма-мю, это есть минус I. Вот это вот гамма-мю. То есть мы шаркуем такой вершины, это включаем в эту гамма-мю отмюстую вершину, но без заряда. И говорим, что у нас есть минус плюс лям-мю от P1, P2, P1, P2. В том случае, когда P1 равно P2, да? П1 равно P2 со шляпой. Равно P2 со шляпой. Равно F. То есть что это означает? Берем вот эту гамму-мю, ну понятно, что это равен со... Понятно, что у этой гамма-мю есть какая-то структура гамма-материчная. Так вот, в этих гамма-материчных структурах полагает P1, P со шляпой равно P. Ну ладно, может не так сказать. Или P1 равно P2 равно P, и P со шляпой равно M. Так можно написать, да? Так вот, в этом случае ясно, что вот этот индекс может нести только к амму-мю. А также какая-то единичная матрица, и обзорем к нему вот это мя-на-тема значение в центре этой единичной матрицы. Это есть после числа, вот оно вот так обзорем. И тогда перезонировку проводится таким образом, что гамма-мю равно Z1 на гамма-мю. Гамма-мю перезонирована, а гамма-мю перезонирована, а гамма-мю перезонирована. Это есть минус И. Значит, минус И. Гамма-мю плюс Z1 на лямма-мю от P1, P2. Или так напишу. Гамма-мю плюс лямма-мю перезонирована. Плюс лямма-мю вверх перезонирована от P1, P2. Вот так. Опять. Значит, а что такое лямма-мю дезонирована? Лямма-мю дезонирована от P1, P2. Это есть... Что это есть? Это есть естественно... Ага. Вот что такое. Это есть... Так. Что такое все Z1? Я не определил, да? З1? c1-1. Натавин минус 1. Это есть... Натавин минус 1. Это есть... Натавин минус 1. Это правильно. Натавин минус 1. А лямма-мю перезонирована от P1, P2. А лямма-мю. Да? Правильно, что ли? Пока мы правильны. Лянта ню от фегин b2 минус гампа ню лянта от м. Вот что такое перенагрированная госпитинная функция. Опять же, в одной петле. Где у нас расходимость? Вот это вычитание у нас уничтожает расходимость. Остальное это просто тачники. Не трудно видеть, что тождественна вот эта льтина, она просто тождественна. И, наконец, перенагрировка заряда употреблялась таким образом, что E равно E0 на Z3 в одной второй, Z2 и на Z1 минус первой ноги. Вот это перенагрировка заряда. Почему так происходит? Понятно. Мы можем перейти от разложения по... таким... Вордовским... Перейти... Высознательшие геограммы, так называемые скелетные геограммы. Где у нас все пропагаторы будут включать все радиационные поправки. Все пропагаторы и все вершины. А вершины... Вот... Вызывать таким образом, чтобы сразу полные... Выражать все через полные пропагаторы и полные вершины. Ну и тогда у нас в каждой вершине встретится... Вот я не даром включил сюда заряд, потому что у нас теперь диаграммы будут такие, что... Здесь полный пропагатор. Один полный пропагатор. Второй полный пропагатор. Здесь полная вершина. И заряд стоит в этой вершине еще, поскольку он сюда не включет. Поэтому в каждой вершине будет встречаться E0, Z3 в одной второй. Потому что одно Z3, корень из Z3 пойдет на одну вершину. Корень из Z3 на вторую. И Z1-1 по определению в вершине стоит. А Z2 в первой степени, то нам, что здесь есть два пропагатора. Вот так мы перешли от разложения полного заряда к разложению полного физического заряда. Так определяется физический заряд. Опять же, понятно. Поскольку вот эти константы Z3, они... Они... Зависит от точки переномбировки. То и E зависит от точки переномбировки. И поэтому говорят о текущем заряде. Но дальше мы остановились на том, что на самом деле вот эти константы Z2 и Z1, они в силу приборочных вариантов, если они одинаковы. И поэтому оказывается, что в плану электронбировка определяется только поляризационным оператором. Теперь, как же понять, почему Z2 и Z1? Z2 равно Z1. Это специя приборочной вариантов. Да? Ну как это? Вот у нас есть... Z2, да? Вот это Z2. А вот есть... Z1. Вот оно. Z1, да? Определение Z2. Заделение Z1. Как видите, они... Равны. Как это понять, что они равны? Ну как это... Значит... Вот так можно понять... Вот так можно понять... Что? Давайте посмотрим... Что нам дает калибровочная варианта Z2 в Форловском приближении? Она вот в Форловском приближении калибровочной варианте связывает вершину и пропагатора. А именно... Можно легко понять, что связь это такая, что... В Форловском приближении калибровочная варианта. В Форловском приближении калибровочная варианта. Ну конечно, калибровочная варианта связана с тем, что мы вот здесь... Поляризацию делем пропорционально для импульса, да? Калибровочная варианта. Это удлинение. Амён получает добавку, меняется на производную от какой-то функции. А в выпусной пространстве это значит... Амён приобретает добавку пропорциональную импульсу потона, да? И ничего от этой добавки не зависит. Вот что означает калибровочная варианта. То есть, не меняется на отличный элемент, ежели мы вот такую сделаем процедуру. Удлинение производства, что ли. Ну вот. Так вот. Значит, P1-P2 на ганна-мю. Давайте проверим это в одной... Ладно. На ганна-мю утверждает, что это равно... Это равно... g в минус 1 от b1 минус g в минус 1 от b2 Вот утверждается, что есть такое соотношение, да? Которое свидетельствует в рукошенной вариантасти. Ну, казалось бы, может возникнуть такое недоумение. А как же так? Ведь калибровочная варианта все означает зануление маточного элемента при умножении на импульс фотона, да? При заменении вектора поляризации на его импульс, да? Да. Но, это правильно для случая, когда эти частицы... Для материчных элементов это правильно. Для материчных элементов, когда... Здесь у нас стоят уже волновые функции. Материчные элементы, это означает, что... Материчные элементы из матрицы. Здесь мы внешним линием отвечаем волновые функции частиц, да? Спиноры, так сказать. А мы сейчас... А это соотношение гамма-мю. Это же у нас ампутированная функция гривна. Здесь никаких спиноров мы не пишем. Но если умножим на спиноры, то, конечно, получим ноль, правильно? Умножим на спиноры, то получим ноль. А без умножения на спинорах... Вот есть такое соотношение. Такое соотношение легко проверить в... Вордлесном приближении, да? В Дресном приближении. Когда у нас есть этого члена нет, вот есть только член этот, да? И слева у нас стоит... Слева, кто стоит? Слева стоит по 1 со шляпы. Минус 0,2 со шляпой, да? И еще коэффициентик стоит минус 10, правильно? А берем вордлесном приближении вот этих. Функции гривна, что это такое? Это есть... Что такое? Функция гривна, это есть и делить на b-m, да? И, функция гривна. Электроза вордлесном приближении. Минус и делить на b-m, да? А обратная функция гривна будет... А, пардон. Функция гривна... Моль или раз... Ну, такого минуса здесь нет, ребята. Что ж вы молчали, а? Ну, нехорошо. Нехорошо. Вот здесь есть минусы. Почему здесь минусы есть? А так нет. А так нет. Почему здесь знак красный? Да потому что физические фотоны отвечают пространственно. Физические фотоны, это что такое? Подрежные. Подрежные. Это... Вектор поляризации вообще... Вектор, у которого... Говорите о физических векторах поляризации. У него вообще нет нулевой компоненты, да? Да. Пространственной компоненты. Так вот, физическим фотонам все отвечают... Пространственная часть жиль-мюлю, да? Да. Она есть минус дельта и жиль, правильно? Так вот, вот минус и... Здесь, отличие этого знака от этого знака, связано именно с тем, что физические фотоны, это поперечные фотоны, да? Вот. Ну и надо... Да. Нам надо это выполнить. Я вот лягу сделал, а вы все его проглотили. Нехорошо. Ну, конечно, я больше не давать, но... Но надо завтра свои деньги, я говорю. Вот. Так. Так, здесь говорю, надо брать обратный пропагатор. Это не просто минус и, из-за того, что обратный. И здесь стоит p1, сах капли минус m, минус p2 сах капли минус m. Масса совращается, мы получаем это тоже, если правильно. То есть, в этом... В... 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 А что, я откуда? И от PowerPoint можно доказать и в любом... Просто... Эм... Во теории возмущений можно... В... 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 Можно... Ну давайте вот посмотрим... Em... В... В... Ваэ... опы... Я... Не буду все эти цены написать. Просто схему... О dunno.. Во... В... Смотрите. Умножаем вот эту диаграмму. Ну, поправка. Первая поправка к вершине. Это Лянга, да? В первом перекрещении теории его смещения Лянга. Вот какая. Какой диаграмма изображается. Теперь мы умножаем на П1. Это здесь. Здесь у нас П1. Это П2, да? П2. А если это и путь К, то здесь есть П1 минус К, да? А здесь П2 минус К, да? То есть, что П1 минус П2. П1 минус П2 можно заменить на П1 минус К минус П2 минус К, да? То есть, мы умножаем вот эту вершину на разность этих импульсов, да? На разность этих импульсов. Что делает? Теперь вершина стояла в окружении пропагаторов. Ж на Ж. Ж1 на Ж2. Видите, у нас что происходит? Либо один пропагатор сокращается, либо второй пропагатор сокращается, да? И тогда, после умножения на П1 минус П2, ню, здесь вот ню, мы получаем, что мы получаем? После сокращения этого пропагатора, этого пропагатора, мы получаем такую диаграмму. Какую диаграмму? Для поливерсионного оператора с импульсом П2, да? Минус диаграмму для поливерсионного оператора с импульсом П1, правильно? Либо этот, сокращаем этот пропагатор, и тогда получаем вот эту диаграмму. Сокращаем этот пропагатор, получаем вот эту диаграмму. И что это такое? А это и есть разность сигмы. Это диаграмма для сигмы. Правильно? И получаем вот такое соотношение, что P1, как мы его напишем, что P1-P2μ на λμ, да? Наняться ню от P1-P2 равно, получается, равно сигма от P2 минус сигма от P1, да? И это, мы вот в одной петле это доказали, а легко проверить это на всех петлях, да? Ну, а складывая с Вордовским приближением, мы не получаем вот это вот соотношение. Потому что J2-P1, это P1-P2, вернее, минус сигма. Вот, как что, легко получается. Ну, то есть, в одной петле это совершенно тривиально получается, совершенно легко, но можно доказать по индукции во всех петлях, во всех порядках его режима. То есть, есть такое соотношение? Вы должны представлять, как оно получается. Вот это соотношение называется красностным точчеством Орда. Вообще-то, соотношение следующее с калиброй сигмулянтовски называется творчеством Орда. Орда или Орда такахаши. И бессловного в квантовой электродинамике, и вообще-то не адрес, и вот это все. Вот, бессловного. Ну вот. Вот это вот самое простенькое точчество Орда, которое есть в квантовой электродинамике. А что же из него мы можем получить? И это все есть? Да. А вот не совсем понятно, как вы вот свертывали диаграмму, ну, по 1-2 мю, получили две диаграммы? Как это все? Что такое? Так, я же рисовал урокистику здесь. Вот, я говорю, берем вот эту вот диаграмму, да? Умножаем. Здесь стоит P1 у нас. Этот импульс. Этот импульс P2, да? А здесь? Здесь P1 плюс P2, да? Это импульс фотона, вот здесь, сюда входящий. P1 плюс P2. Ну, выходящий, неважно. Выходящий. Неважно. Входящий. Вот P1 минус P2. И индекс, здесь фотонный индекс, полиграционный индекс, квил, да? Да. Дальше. Что мы говорим? Вот сворачиваем с P1 минус P2. П1 минус P2, мне он эту диаграмму, хватит этой диаграммы, сворачиваем вот с этим импульсом. Но этот импульс, P1 минус P2, это все равно, что разность этого импульса и этого, это все равно, что разность этого импульса и этого импульса, правильно? Потому что они отличаются на одну величину, вот эту вершину. Значит, применяем это, мы же для вот этой вершины получили, для вот этой вершины получили, что, если умножим вершину на, вот мы получили в Боровском приближении, вот это соотношение покровения в Боровском приближении. Значит, при умножении вот этого вершины, этой разности, мы получаем либо обратный этот пропагатор, разность обратного этого пропагатора и обратного этого пропагатора, правильно? Вот эту разность мы получаем, вернее, сначала разность вот этого пропагатора и этого пропагатора, правильно? А ведь у нас стоит, что стоит? Вот эта вершина в окружении пропагаторов, правильно? В окружении пропагаторов. Когда мы берем в этом соотношении первый пропагатор, вот этот пропагатор, этот пропагатор сокращается, потому что здесь стоит обратная степень пропагаторов. g минус первой на g у нас стоит гамма-мюм, вот это вот, где сказали, гамма-мюм, да, умножается на, если я не против электронной линии, здесь умножается на g от p2, да, на g от p1, правильно? Теперь умножаю, вот это вот, я заменяю сверху, заменяю на, что я заменяю? На g от p1 минус минус первой, минус g минус первой, от p2, правильно? Вот я на что заменяю сверху, да? Первый член, у меня сокращает этот пропагатор, правильно? В результате во что переходит у меня эта диаграмма? Кто? Этот пропагатор сокращается, этот пропагатор сокращается, вот этот пропагатор, да? А в вершине ничего нет, значит это в этой вершине уже, он сокращается и в этой вершине уже ничего нет, только у меня получается просто вот эта диаграмма, вот эта диаграмма p2, да? Ну, я, может быть, нарисую вот так вот, вот там, p2, да? Вот смотри, p2, p2, эта вершина есть, да? Этот пропагатор есть, p2 у нас стал, этот сократилось, остался просто g, p2, этот пропагатор есть, дальше что у нас получается? Этой вершины нет, этого пропагатора нет, остается вот эта вершина, вот она. Ага, а куда фотон делся? Какой фотон? Ну, вот тот, который был реальный, выходил. По-моему, он не обязательно реальный. Он выходил, который. Что значит выходил? Что значит, куда делся? Я не знаю. Физического фотона не было, поэтому спрашивают, куда он делся. Это была диаграмма для маточного элемента. Ну, да. Для того, чтобы написать маточный элемент. В этой диаграмме, в этом маточном элементе, те, фотону отвечало вот гамма-мю здесь, да? Да. Гамма-мю свернулась с разницей импульса. И вызвала нам вот эту разницу, да? Что значит, куда делся? Вот, что мы получили от гамма-мю. По вашим словам, от фотона. От фотона мы получили вот эту разницу, да? Да. Смотрим на вот гамма-мю. Да? Да. Что получается? Этот человек отвечает вот такой на грани. Все? Ну, значит, что нет. Все? Что значит, куда делся вот тот? Как будто он физически существовал. Это картинка была, я не могу. Так. Все. Теперь, я повторяю, что это вот разностное тоже слое, которое, из которого мы сейчас и получим соотношение z1-z равно z2. Как мы это получим? Очень просто. Значит, просто мы получим. Перейдем от этого разностного тожества к дифференциальному. Как? Здесь картинка мю стоит как P1-P2. P1-P2, конечно. Да? Как? А продифференцируем по P1 и положим P1 равно P2 равно P. Да? По P1 ню. По P1 ню. Продифференциальному. Да? Тогда что мы получим? После дифференцирования положим P1 равно P2. Тогда что надо сделать? Здесь не надо. Эту часть дифференцировать не надо. Да? Потому что, если эту часть пронеханицируем, а потом положим P1 равно P2, то она умножится на ню. Ну да. Дифференцировать надо только эту часть. Получка. По P1. Да? Ню. Ну и в результате, конечно же, я имею. И будет гамма-ню. Ну гамма-ню ладно. От P, P, да? Гамма-ню от P, да? И это равно гамма-ню от P, P. И это равно D по Dp, P, да? А здесь G минус первой от P. Вот такое получаем мы творчество. Да? Гамма-ню от P, P равно Dp, Dp, J минус первой от P. Да? Хорошо. Гамма-ню от P, P. А теперь еще положим здесь P со шляпой. Равно M. Да? Ну и я могу так сказать, что вот G, вот это вот G. Я же писал, что вот это G можно писать как G от P со шляпой. Правильно? G от P со шляпой. Поэтому здесь я могу так, конечно. Вот я продивенцирую. И что же я получу? Ну, после того как я продивенцирую и положу P со шляпой равно M. Тогда здесь что я получу? Здесь получу минус и гамма-ню, да? Умножить на единицах. Вот это дифференциальное тоже створное. Я уже говорил, да? На этот путь я беру. Вот здесь вот. Менус и я написал гамма-ню. А здесь, когда G, D, L, D, P. Да? И P со шляпой. И G на массовой поверхности. То есть P на массовой поверхности и P со шляпой равно M. Тогда вот что я получу? Единицах. Здесь гамма-ню за умножить на единицах плюс лянда от M. Получу гамма-ню за единицах плюс лянда от M. Вот что получу слева. Вот что получу. А справа что получу? Я получу. Вот G минус первое. Что у меня G минус первое? Это G минус первое, это же есть не что иное. Только мы это говорили, что это G минус первое. До переназмировки я не переходил в переназмированную величину. G минус первое, это у меня единицы. Это G, у меня G, у меня I делить на P со шляпой. Минус M0 минус сигма от P со шляпой. Правильно? А G минус 1 тогда, это есть минус I на вот эту величину. И я буду продифференцировать по P мю. Минус I это общие множители. И я его сокращу. Лево и справа у меня минус I стоит. Теперь, да? Теперь дифференцирование по P мю. Вот пойму, что мне даст. От первого члена у меня получается, опять же, гамма ню. От второго члена минус сигма штрих от P, да? Сигма штрих от P со шляпой. Но уже при P со шляпой мы договорились. При P со шляпой равно P мю брать, да? Сигма штрих от P на производную опять P со шляпой по... То есть гамма ню вынесется у меня здесь. Производная P со шляпой по Dp ню. Тогда гамма ню вынесется, получится здесь единица минус сигма штрих от P. Вот что получится из этого самого дифференциального творчества урта. Но уже при P со шляпой равном M. Вот что получится. А что это такое? Это есть гамма ню я вам усмотреть уже теперь. И получить, что гамма ню плюс лярка. Что это такое? Это Z1 минус 1, да? А единица минус 3 по штрих. Это Z2 минус 1, да? И получу тогда. 1 минус 1 равно Z2. Вот это вот. Вот самые соотношения. Это 1 равно Z2. А? Что такое? Там же не 4. Вот такое. Это хорошо, что вы следите правильно. Жаль, что не все так внимательны. Идем к проблему. Ну ладно, пока вы раздумываете. Нет. Все правильно. Спасибо. Ну вот. Значит. Еще раз повторяю, что у нас по экстриминальнике, на рубинок до заряда, прибавляется только к реализационному оператору. Вот есть такое дело. Ну что еще можно обсудить? Вообще реализационный оператор – это вещь такая интересная. Да. Ну вот оказывается, что, значит, этот… можно из общих соображений сказать, определить, как ведет себя вот этот Z3 константа, да? И полиционный оператор, как себя ведет. Полиционный оператор, как… Расходимость. Стать расходимости полиционного оператора. Мы же… Вот это вот сам сам передвигло. Это вообще-то… Она… Если мы… Конечно, вычислим меня. Вычислять эту сам сам надо. Вводя какую-то регуляризацию, иначе бессмысленно… Ну, какое-то… Журное расходичество получается. Надо ввести сначала регуляризацию, а потом уже… Ну и… Это соотношение не допускается к снятию регуляризации, да? В принципе, потом… Я повторяю, что… Только будучи выращены через физические заряды и физическую массу. Величины у нас… Ну, у нас, скажем… Матричные элементы и физических процессов… Сечения физических процессов будут конечными. А вот это соотношение… В этом соотношении… В этом соотношении… Нельзя снять регуляризацию. Нельзя. Ну… Соответствует тому, что… У нас физический… Голый заряд – это нечто непонятное… Что… Мы не должны… Не можем требовать, чтобы… Не можем требовать, чтобы… Нет оснований требовать, чтобы вот это голое… Соотношение между голым и физическим зарядом было… Не содержит… Было осмыслено без снятия регуляризации. Ну, хорошо. Так вот, значит… Это… Ну, регуляризацию можно проводить по-разному. Я уже говорил. И простейший, такой наивный способ регуляризации – это… Обрезание на верхние интегралы на верхнем пределе, где-то на величине пятна в квадрате. И… На большую причине… Яблоко… Не пудрецепен яблоко, естественно… Параметр обрезания… И вершина будет не надо. Вот. И что… Правда, здесь надо… Я уже говорил, быть осторожным, потому что… Вообще-то такое… Обрезание… Оно нарушает… И… Лоринсону реальность… И… Грибровочную реальность… Поэтому… Надо быть осторожным. Ну, тем не менее… Это как можно проделать… И результат, который получится при… При этом… Для… При этом… Для… Для… Для константа… Вернее… З3… Будет такой… Вернее… Вот… Какой же будет результат… З3… Будет равно… 2 единицы, конечно… Правильно? Да? Плюс… Альфа… Ноль… Да? Делить… На три пи… Да? Логаризм… Э… Лянка в квадрате… Делить… На… М квадрате… Вот так вот… Ну… Главное… З3… Вот… Лянда… Это… Обрезание… На верхнем пределе… Да? А лянда… Это… Масса электрона… Ну… Понятно… Что… Межли мы проводим… Проводим… Деленодомников… На… Массовой поверхности… То… Отчего может быть? Ясно… Что у нас… Интеграл… Расходящийся… То есть… На верхнем пределе… Логарифм… Лянда… Логарифм… Верхнего предела… Стоит… Интеграл… Расходящийся… Логарифмический… На верхнем пределе… Вот… Стоит… Лянда… Импульс обрезание… А на внешнем пределе… Что… Ну… Просто по размерности Масса электрода возьмет… Больше ничего… Конечно… Это в том случае… Если мы… Проводим… Вот… Регуляризацию… На массовой поверхности… А… Если… Можно проводить… Регуляризацию… То… В точке… Перенальмировку… Проводить… И… На массовой поверхности… А… В какой-то точке… Я уже говорил… В Точке… Какой-то… К квадрат равно… Минус мю квадрат… И если мю квадрат… Большой… То здесь вот… Вместо… Если мю квадрат… Много больше… Ну… Конечно… Будет… Мю квадрат… И… Константа будет зависеть… в этом мысли будет зависеть от мем, от точек и формировки ну вот, в квадрате интернавики здесь вот такое выражение имеем мы если я не набрал в коэффициентах если я не набрал в коэффициентах, то вот такое имеем мы выражение даже на квадрат, наверное, квадрат, правда здесь стоит, конечно, Z3 у нас Z3 это единица минус P в минус первой степени, поэтому здесь минус первой степени вот в минус первой степени при этом, надо сказать, что вот знак вот этот он фиксирован он забит ну, можно по-разному говорить или из соображения унитарности он забит фиксирован или, можно так сказать, что это у нас что-то вроде поправки второго порядка да? поправки второго порядка а поправка второго порядка знак поправки второго порядка в основном состоянии знаете, фиксирован точно, да? вот из такого вот соображения знак фиксирован для константа и что же мы получаем тогда для связи между зарядками вот мы получаем, что получим тогда что альфа альфа равно альфа ноль делить на единица плюс альфа ноль делить на три делить на три логарифм лянда в квадрате делить на ем квадрат лянд вот такое соотношение до дну лягущей, то есть физической константной связи которая на 137 и альфа ноль голым зарядом голой константной связи вот такое соотношение ну и что же? как же его можно здесь вот глядя на это соотношение мы приходим к такому парадоксальному выводу вот давайте рассматривать теорию на сначала все интегрирование провалить до какого-то лянда вот тогда у нас такое соотношение получится а потом будем лянда стремить делать все больше и больше что у нас получится? ну при любом альфа ноль при любом альфа ноль у нас это логарифм ляндам будем дать бесконечности логарифм становится сколько угодно большим забьет это альфа ноль да? этот член станет маленький по сравнению с этим альфа ноль сократится и альфа будет равным нулю да? вот такой вот парадокс при любой величине голого заряда физический заряд равен нулю и это было сказано в любых теориях почему? потому что знак вот этот я уже говорил он фиксирован вот этот знак да? знак этот фиксирован и фиксирован либо из соображений виталности либо грубо говоря из тех соображений что поправку второго порядка она всегда отрицательна вот так вот это вот ноль зарядный аналог который исходя из этого Ландау пришел к выводу что любые теории поля в любых теориях поля есть ноль зарядная ситуация а поскольку есть такая ноль зарядная ситуация это означает что любые теории поля они внутренне противоречивые и в свое время вот эти аргументы в свое время как-то ослабили интерес к теориям поля ну что же понимать с теориями которые внутренне противоречивые да а если а если а если а если не понял ну а если ну вот на самом деле конечно здесь есть и технические ну в общем это аргументы Ландау они не совсем корректны из технических соображений поскольку мы как-то пользуемся все-таки пользуемся теорией возмущений а параллель теории возмущений у нас становится бесконечно ну это так и нельзя делать конечно надо суммировать другие члены теории возмущений в общем это с такой с математической точки зрения эти аргументы Ландау были не совсем корректны ну сейчас это вообще они потеряли охотность потому что в настоящее время известно что на самом деле не 0 зарядная ситуация имеется скажем в квантовой динамике а имеет место синтетическая свобода вот имеет место синтетическая свобода противоположная ситуация и это связано с тем что аргументы за счет соотношения вернетавности и или соотношения тех соображений что поправка второго порядка не работает не работают в неабилевых теориях потому что они работают из-за того что есть самодействие глионов то сами глионы у наших глионов нет заряда а у глионов есть свой заряд поэтому причина того что аргументы вот там не работают а что такое синтетическая свобода синтетическая свобода в электродинамике у нас заряд с расстоянием что происходит заряд заряд с расстоянием уменьшается да заряд расстояние растут заряд уменьшается из-за экстрагрирования в электродинамике есть экранировка заряда это означает экранировка заряда что заряд уменьшается с расстоянием уменьшается с расстоянием или растет при увеличении импульса виртуальности частиц Ну или растет с уменьшением расстояния, уменьшается с увеличением расстояния, уменьшается с уменьшением расстояния. А на малых расстояниях заряд растет в электронике, а на больших расстояниях уменьшается. А симпатическая свобода означает, что заряд на малых расстояниях стремится к нулю. Заряд. Ну, обратная ситуация. Это уменьшение заряда на малых расстояниях. Стремление к нулю заряда на малых расстояниях. Вот если, на самом деле, я уже говорил, что можно ввести заряд, вы считаете, проводить не в нуле, а в какой-то точке мю квадрата. И можно проводить в разных точках. Давайте определим один заряд или одно вычитание в точке мю 1. К квадрат равно минус мю 1 квадрат. И К квадрат равно минус мю 2 квадрат. Это будут разные заряды, разные константы z. Разные константы z. И как тогда у нас были связаны... Ну, пожалуй, это все я подумал. Это вообще что-то не... Так. Вот. Как связаны? Я введу альфа от мю 1. Это заряд, такой заряд, который определен... Ну, когда-нибудь мы вычитаем в точке мю 1... Не ноль, а... Как вот это было минус мю 1 квадрат. И введу альфа от мю 2. И как они связаны с тобой альфа от мю 2. Это есть единица минус альфа от мю 2. Ну, в одной петле, конечно. На 3 пи. А здесь стоит логарифм. Мю 1 квадрат к... Мю 2 квадрат к мю 1 квадрат. А? Мю 1 квадрат к мю 2. Ну, понятно, что это от знака этого зависит. Вот что стоит, да? Вот что стоит. Правильно я написал? Вот смотрите. Сейчас сообразим. Если я беру мю 1. Мю 1 маленькая. Маленькая. Маленькая по сравнению с мю 2. Мю 1 маленькая по сравнению... То есть виртуальность маленькая. А к чему это соответствует? Это соответствует большим расстоянием, да? Если вот это расстояние, на которых определён предлитель заряд. Маленький, посреди всякие места. Расстояние с этим зарядом. То тогда что у нас получается? Мю 1 значит, что у меня велико. Возьмем... Мю 1 много больше мю 2. Что это означает? Это означает, что если расстояние, то R1 много меньше, чем R2. Расстояние, на которых определён этот заряд. Вот этот заряд. Маленький по сравнению с этим зарядом. То есть теми расстояния, на которых этот заряд определён. Тогда я получу, что альфа от мю 1. И альфа от мю 1 становится... Здесь стоит минус. Альфа от мю 1 больше, чем альфа от мю 2. Да? Потому что здесь стоит минус. Альфа от мю 1 больше, чем... То есть на малых расстояниях заряд растёт к малым расстояниям. Заряд растёт к малым расстояниям. А почему, может быть, ещё здесь полезно такую дать картинку? Такую дать картинку. Видите, на самом деле, что такое у нас... Смотрите, что у нас... Как мы определили заряд? Вот смотрите, как мы определили заряд? Заряд мы определили как... Где он у нас? Вот. Вот он заряд. Или напишем, что вольт от заряда. Или альфа. Альфа. Мы определили как... Альфа 0, да? Делить на... На... З3. На единице минус... П... Минус П... Альфа... Я так не пишу. Альфа... От 2 в квадрате... Я могу... Вот я... Здесь пока... В альтридинамике... Я определил альфа. Альфа, которая от нас внутри судьба. Это есть альфа 0, делить на единице минус П от нуля. Правильно? Это... Это соотношение. Е... Квадрат... Правда, я 0 в квадрате на З3. А З3 у меня вот оно. Единица минус П от нуля. Вот. Определение альфа. Я говорю просто. Я могу определить... Альфа... От точки... В точке... В точке нуля в квадрате. Здесь... П... Не в быле было бы. А... П... Единица минус П от... Минус нуля в квадрате. Ещё раз повторяю, что это... В техническом области нуля в квадрате. Я положил не помню, поскольку это квадрат. Вот. Вот так вот видите. В произвольной точке. Да? В произвольной точке нуля в квадрате. Или... А чего это соответствует? Ну это соответствует в том... Что это за суммирование? Это вот какое суммирование. Мы берём здесь две частицы. Давайте посмотрим. Ээээ... Две тяжёлые частицы. Такие тяжёлые, что... Их масса... Больше, чем импульс обрезания. Никаких поправок. Никаких поправок. К вершинам взаимодействия этих частиц нет. Никаких поправок. А есть поправки только вот в фотонный пропагатор. Здесь полный фотонный пропагатор. Да? И суммирование всех поправок даёт нам вот этот множитель. Вот... Вот этот множитель. Вот я напишу здесь ешки импульс. Виртуальность здесь Q квадрат. Передача импульса Q квадрат. То у меня вот суммирование всех поправок даёт вот такую величину. Да? Вот такую величину мы получаем. То есть у меня... Ну а мы знаем, что это... Ну если ещё полный пропагатор писать... Полный пропагатор писать... Мы должны разделить ещё... Делить на Q квадрат. Правильно? На Q квадрат. Потому что это же поправка. Вот у нас полный пропагатор. Вот оно. Вот он стоит. Единица на Q квадрат. И единица минус 5 квадрат. Вот это вот полный пропагатор такой стоит. Вот такой у нас полный пропагатор. Да? Вот здесь. После суммирования всех поправок. Мы получили вот такую вот величину. Но мы знаем, что... Что это такое? Ну... Мы знаем, что из этой величины мы можем потенциал восстановить. Фурьё образ возьмём. Получим потенциальную энергию взаимодействия. Правильно? Да? Потенциальную энергию взаимодействия. Вы знаете, как взаимодействие? От этого получим единица на это. От фурьё образа этого. А от этого получим какой-то заряд от расстояния. Ну, ясно, что заряд... Расстояние это, грубо говоря, это распоразмерность. Ясно, что расстояние, они порядка единицы на q в квадрате. Да? Если мы говорим так они связаны. Расстояние это обратная вещь, как передача импульса. Ну, можно так сказать, что... Так вот это вот... У нас... Вот это есть некий эффективный заряд на масштабе q в квадрате, да? На масштабе q в квадрате. Ну, берём q в квадрате. Мы берём на разных масштабах заряд. Получаем соотношение между этими зарядами. Ну, и это соотношение такое, что эффективный заряд в электродинамике с ростом q в квадрате увеличивается. А это означает, что он увеличивается с ростом q в квадрате. Этот заряд увеличивается. Да. Это означает, что он... Вот это и означает огранировку заряда. Увеличение с ростом q в квадрате. У нас происходит увеличение заряда. И... Вот мы имеем такую формулу. Но в этой формуле как проявляется вот это вот ландаусское положение о противоречивости теории поля? Мы видим, что всё равно, когда мы q в квадрат увеличиваем, мы опять натыкаемся на поле. То есть, у нас на самом деле выражение для заряда обращается в бесконечность и ростом q в квадрате. И это и есть проявление вот этого вот ландаусомянной ситуации. То есть, ситуация опять неудовлетворительна. Хоть с какой стороны на неё не смотри, она неудовлетворительна. Но здесь опять же ясно, что если эта лечена, по которой мы ведём разложение, становится близко к единице, мы должны учитывать все члены разложения. И поэтому... Поэтому... Мы не в настоящее время и не отглавим, потому что сейчас в калибровочной теории ситуация противоположна. А квадрата или филитаника, она включается как некая часть в единую теорию сильных и слабых. Ну, в стандартном модели, в которой облигали сильные и слабые электромагнитные взаимодействия. И поэтому такой, повторяю, проблемы сейчас... Такой проблемы сейчас и не существует. Может быть я зря так много говорили. Лучше давайте остановимся вот на каком... Вот на чём... Вот здесь... Конечно... Значит... Нам нужно проводить перенормировки. Вот так вот... Делаем вычитание, проводя перенормировку заряда, перенормировку массы. Но... Это... В общем-то не совсем удобно. Технически и вообще... В одной тех лет, конечно, просто делать перенормировку. А когда мы переходим к следующим петлям, то у нас вот возникают вот эти вот константы, вот эти вот... Перенормированные... То есть у нас перенормированные... Перенормированные массовые коллекционные операторы, они облегаются не только вычитанием, но мы ещё и должны читать вот эти вот константы в них. В общем, это вещь довольно запутанная. И удобно проводить разложение сразу по физическому заряду. По физическому заряду. По физическому заряду. Используя... Проводить... Развивать теорию возмущения сразу с использованием физического заряда и физической массы. И это можно сделать, двоя понятия конд-шленов. Что это такое? Давайте напишем лакранжал, квартуэлектрограмм. Введя понятие голых или не перенормированных полей. Врачи не косвих обозначали эти перенормированные поля. Но мы не имели понятия. Перенормированные поля писали просто, что лакранжал, квартуэлектрограмм, где-то есть, в си в чертой. А значит, здесь как и D со шляпой. Минус M на Си. Минус E. Минус E. Здесь как и D с чертой. А со шляпой. На Си. Минус одна четвертая. F в квадрате. И, что еще напишу я? Минус. Ну, так я напишу. DnU. Здесь мы должны еще ввести член фиксирующий калибровку, для того, чтобы проводить клантование. Для того, чтобы иметь возможность проводить клантование. Но, будем для простоты работать в рядных калибровках. На самом деле, мы, когда обсуждали полиализационные, вернее, функцию глино-потона, мы подрассуждали этот кавариантную калибровку. Тогда кавариантные калибровки, здесь вот, фиксирующий калибровку, для него они в квадрате или на два Z, то что? Или Си. Не знаю, как это параветр пишется. Это параветр обратный, параветр Dn, который мы там... Да, который пропаданный был. Минус или плюс? Что за... Ну, давайте напишем... В общем-то, это не важно, это определение этого параметра. Ну, обычно так пишется, чтобы при Z, равном единице, у нас получалась... Калибровка, фельманская калибровка. Фельманская калибровка. Тогда что нам нужно здесь делать? Минус... Минусы написать. По-моему, да. Чтобы член... Зачем? Это член... Здесь есть калибрёвский член. Вот есть Ns, 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 Ns. Вот это я Barnes, Ns, 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 Ns. Здесь работает квадрат. Здесь есть член. Вот прямой квадраты этих... Да? И это они... Ну, можно так сказать, что их квадрат... Это всё равно, что вы взяли 4 скалярных поля. Правда одно поле входит с неправильным знаком. И это ведет к конфинитной метрике, но это не важно. Это для нас сейчас не важно. Я хочу сказать, что вот есть перекрестный член. Наличие этого перекрестного члена, оно и обеспечивает калибровочный вариант, и с одной стороны это очень хорошо, а с другой стороны оно не дает возможности строить педагогическое пульпантование. Этот член устраняет перекрестный член, вернее, меняет коэффициент перед перекрестным членом. Перекрестный член это дмю аню на дмю аню, но если перебросим производное два раза, то получим вот такой член. И видно, что он сократится. Здесь он входит за знаком плюс, а здесь все знаков минус. Так, все правильно. Вот такое вот выражение для Лаграншиаза. Но давайте введем все-таки новые поля, перенормированные поля. Каким образом будут введены перенормированные поля? И так, чтобы их пропаганды приводили, их вакуумные среднения приводили к перенормированным пропагандам. Очевидно. Поэтому, если мы хотим ввести новые поля, то надо вводить индекс. Давайте вот эти старые поля обзорвем голыми полями. Б, да? Б, да? Эту массу, это полая масса, или 0. Этот заряд, это голый заряд, или Е0. Это опять же все. Голое, и это есть голое. Так, и это есть голое, и это есть голое. Вот так. Вот так ввели эти... Так ввели... Ну это ничто иное, мы просто ничего не сделали, только сделали переобозначение. А теперь говорим, что вот введем... Мы знаем, что теперь пропаганды. То есть вакуумные среднения от этих полей, от произведения этих полей, этих полей, они задержат... Это не перенортируетая функция Грина. А мы берем, вволя, такие типы, Амю. Это есть З3. Ээээ... 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 Минус 1. На Амэмю. А голое Амю. Сюда. Поскольку пропагатор вакуумной средней от этих полей давал и нам Z3 на перенормированную функцию Грина, то тогда вакуумная средняя от этих полей будет нам давать просто перенормированную функцию Грина. Вот так удобно вести, ну или как, или наоборот, аголы обозначены как Z3 на перенормированную и точно так же C голая на 1-2 подбор, а здесь Z2 на 1-2 на C, на C перенормированную, но мы не будем все списать. Значок перенормирован, мы просто все будем писать. Тоже Z2, да? А? З2 в одной столовой. Там Z3, а это Z2. Z3 константы перенормировки для фотонного поля, а это нет, а это для пропагатора. Для пропагатора мы же Z2 константы перенормировки писали. Где она? Вот она, Z2. Ааа, для массы. А? Это не для массы, это для поля. Массы это другое. Это константы, смотрите, пропагатора, который построен из Пси B, он у нас есть Z2 делить на, ну я не знаю, на B, минус M, минус сигма R. Да? Правильно. Вот оно запила. А перенормировку масса уже проверена здесь. Поэтому масса это другое. Да? Вот. И... Ну, конечно, ответственного, это... Здесь, поскольку я так определил эти поля, связь полы и гидравимировки полей, то я, конечно, такая же связь. Еще что надо вести? Еще что введем? Введем еще вот что. Введем еще R0, равно M, плюс, как бы это по удобней ввести, чтобы не мучиться с обозначениями. Введем это таким вот образом. плюс C2-1. Здесь D2-1 на Dtl. Вот так. Д2-1 на Dtl. И введем здесь E0. Е0. Е0 равно Z1. Z2-1 на Dtl. И на E. Так. И что еще? А еще мы видим вот что. вот это E0, который вот здесь. А вот еще и введем Zb равно Z2 на Z. вот так вот. Вот так вот. Вот введем такие величины. И переписываем в тектора уже перенормированных полей. Ну, это переписывание довольно-таки длинное переписывание. Но, тем не менее, одно показательное и удобное передисывание оказывается для проведения перенормированных полей. За это D1-1 на Z2 сокращается? Сокращается, но мы пока этого не делаем. Да? Пока нет. Да. На самом деле, сокращается. Сокращается. Ну, мы пишем в общем виде. Не используем, что тоже сортно. И это... Мы видим. И что? Из этого написывания. Ну, должно бы вроде быть Z1-1 на Z2. Так. Перепишем следующим образом. Ну, конечно, это будет... Вот поставили сюда Z2-2, да? Ясно, что... Ну, можно там переписать, здесь переписать, конечно. Так переписать. Что это такое? Это будет Z2, да? Этот член даст нам Z2. Ага. Д2, да? И D. И D. Минус L, да? И D минус L, да? И D минус L на Пси, да? Дмус L на Пси. Это член... Вот у меня ноль был открыт. Вот это он. Плюс добавок, который сохранил вот это Z2, и получился вот вот последний член. Правильно. И плюс. Здесь стоит... Что стоит? Стоит здесь... Не плюс, а минус. Где ноль вот у нас есть... У нас Z1. Здесь стоит Z1. Z2 минус первой. Сохранили вот это вот Z2. И Z3 минус одной второй. Сохранили вот это вот A. Поэтому здесь просто стоит Z1. Правильно. Минус Z1. E потом. Минус... Минус E Z1. Вот так. И минус... Здесь стоит... Z3. Z3 в первой степени, да? Дальше мнение в квадрате. А здесь стоит... Здесь константа Z3 сохранилась, и здесь... Минус... Получилось просто... De μ'A μ делить за 2 к 7. Ну, это соответствует тому, что... Этой шляп... Соответствует продвольный квадрат. Он не перенормировался. Есть такая связь. А дальше мы теперь перепишем по полу бит. Это и напишем, что если честный доль и D со штатой минус L как C, а далее минус E, ну, минус 1 четвёртая, это минус в квадрате, минус Dμ. А здесь напишем, что минус D, а здесь напишем, что минус D, а здесь напишем, что минус D. А, С, И, С, и С, и В,S, и В,С, и В,С, и В,С, и В,С, и В,С. Помню, конечно, нажать его туда, Бог снимет, вот так вот. Так, и дальше этот вот член, этот вот член, часть членов, который мы будем использовать как исходно для теории восхищения. А остальную часть обозначим под членами, под членами АХБ. Здесь напишем, минус членов ДНН на Пси, дальше напишем, плюс Д2 минус единица, членов ДНН на Пси, и минус Д3 минус единица, значит, членов ДНН в квадрате. З1 минус единица, или там что у нас стоит? З1 или З1 минус 1, pardon. Е0. З1, хорошо. З1. Хорошо. Ага. З1 единица. З1 единица на Пси святой, а за шляпой на Пси. Вот. Вот эти и будем так теорию восхищения развивать. Вот считать, что вот у нас членов, которые ответственны за возмущение. Для него мы пишем, ну, эти члены тоже будут считать, что они тоже возмущенческий член. Тоже возмущенческий член. То есть, мы получим тогда теорию возмущений с новыми диаграммами. Что это за новые диаграммы? Вот эти новые диаграммы. Что за новые диаграммы? Вот эти диаграммы будут те же самые. Диаграммы индуцированные этим членом будут те же самые. Но появится новая диаграмма, которая отвечает вот этому члену, вот этому члену, вот этому члену и этому члену. Что у нас появится? Раз, два, три, четыре. Правильно, четыре новых типов диаграмм. Как изображаются эти диаграммы? Как изображаются эти диаграммы? Это диаграмма. Это просто диаграмма, такая вставка, когда у нас просто ДТМ стоит в этой вершине. Это диаграмма. Здесь стоит просто ДТМ в вершине. Это диаграмма. Это что такое? Это пропагатор. Это пропагатор, но умножение на коэффициент обратного. Вернее, это просто значит, знаете, что это такое? Это, это есть, ну, у нас, вот в этой, можно так сказать, что это тоже, вот здесь, в этой, вот это вот диаграмма, здесь стоит просто ДТМ, вот это, здесь, в этой точке определяем, стоит, ну, я не знаю, можно разные точки нарисовать. Это точка, это точка, это просто ДТМ. А здесь такая, здесь стоит не ДТМ, а П-М, вот здесь стоит в числителе. П-М и с множителем взял два минус единица. Это диаграмма. Это диаграмма. Это диаграмма. Вот такая диаграмма, да? Где? Такая диаграмма, где здесь стоит в вершине, в вершине стоит ЖВНЮ. К квадрат минус коню 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 и умножен на Z3 минус единица. А эта диаграмма, это такая диаграмма, да? Такая точка диаграмма, но в вершине стоит вот Е на Z1 минус единица. Вот добавляются такие еще диаграммы. Добавляются такие диаграммы. Ну, конечно, сложная получается. Но, что позволяет эти диаграммы сделать? Ну, видно, что когда мы начинаем разложение, вот этот цвет нам индуцирует расходимости, дает расходимости, да? Ну, уже вы говорили, что расходимости, которые получаются в одной петле, какие у нас получаются расходимости? Ну, получаются три типа расходимости, да? Хотя, на самом деле, не три типа, а четыре типа расходимости. Почему? Ну, потому что, смотрите, почему четыре? Потому что, ну, конечно, вот эта вершина, да? Вот эта вершина, она расходится, логарифмически расходится, да? И эта расходимость здесь устраняется одним вычитанием. Ну, это один тип расходимости. А вот, точно так же полификационный оператор, из-за каливровочной дверянности, он пропорционален, вот, полификационный оператор, он пропорционален к квадрат кмю на к квадрат минус кмю кмю, да? И после этого в коэффициенте, перед этой инцидентной структурой, есть только логарифмическая расходимость достаточно одного вычитания. И есть еще расходимость, которая есть в масловом лимбераторе. Но это расходимость. Мы уже говорили несколько раз, что это линейная расходимость. И поэтому для ее устранения надо провести два вычитания. То есть надо вычесть член, который не зависит от импульса, и член сигма в какой-то точке. Сигма, ну я не знаю, при П со шляпой, мы писали сигма от М надо вычесть, и надо вычесть еще и П со шляпой минус М. То есть нужно вычесть сигма и сигма штрих на производную ее. Нужно сделать два вычитания. Ну и как? Конечно, теорию надо регулировать, чтобы не ляпать при обращении с конечностями допустить. Но в любом случае надо делать два вычитания, чтобы устранить расходящиеся члены. И мы можем как раз подобрать вот эти коэффициенты. Вот эти коэффициенты мы можем сделать друг другу. Вычитание обеспечить выбором вот этих коэффициентов. Вот этих коэффициентов. Вот здесь мы встретили, берем вот этот, у нас есть такая диаграмма. Но есть еще и диаграмма, которая вот отсюда. Что это диаграмма? Эта диаграмма не точно такая же диаграмма, да? Точно такая же, но только здесь стоит вот этот множитель. И вот в одной петле мы знаем, что это Z1, это есть ряд. Вы можете представить себе, это все коэффициенты, это LTR. Как? Z1 это ряд, который начинается, не Z2, а Z3. Это ряды, которые начинаются с единиц. Единицы плюс поправки. И поправку можно считать, представить себя как разложение. Либо по альфа, либо по альфа. Сейчас мы уже можем считать эти поправки рядами по альфа. И DTR тоже. Это ряд по альфа, ну, начинающийся уже с смены порядка альфа. И вы видите, у нас есть, благодаря вот наличию вот этой вершины, у нас на это вершина входит в условие Z2 вершины. И здесь коэффициент мы выбираем так, чтобы восходимость сократилась. Ну и точно так же с остальными. И просто видим сейчас, что у нас есть, ну, у нас расходящийся диаграмм 3, но расходимости реально 4, потому что, еще раз повторяю, эта диаграмма расходится линейно, поэтому требует... Ну, есть расходимость у нее при члении независимым от P, и при члении линейным по P тоже есть расходимость. То есть, есть два типа расходимости в этом основном материале. Все эти расходимости, коэффициенты вот эти вот, мы выбираем таким образом, чтобы сократить эти расходимости. Сократить эти расходимости. И в каждом порядке теории возмущений мы видим, поскольку индекс диаграмм, который определяет степень расходимости диаграмм, не растет с теорией возмущений, с порядком теории возмущений. И это следствие предразмежности константов и мобильности, и это следствие обеспечить перенагрированность теории. Мы это обсуждали уже. Так вот, поскольку индекс расходимости нерастей в порядке теории возмущений, у нас в каждом порядке теории возмущений есть только 4 типа расходимости. То есть, здесь одна и здесь две расходимости, да? И у нас в каждом порядке теории возмущений есть, раз, два, три, четыре константы. И эти четыре константы мы в каждом порядке теории возмущений выбираем так, чтобы расходимости сократили. В результате мы получаем конечную теорию возмущений с, уже по альфа и из... конечную теорию возмущений, по L с использованием физического заряда и физической массы. И опять же здесь видно, что... Отсюда тоже видно, что определение заряда мы можем использовать... Не обязательно на массовых боевских определять заряд, не обязательно на массу определять на массовых боевских. смысл их... Ну... Важно то, что мы... Мы... Эти... Вот у нас есть в каждом порядке теории возмущений есть расходящаяся часть у Z. Да? Расходящаяся часть. Ну расходящаяся... То есть в каждом порядке... Z это у нас ряд по альфу. В каждом порядке по альфу. У нас есть... Есть члены, которые не допускают снятия реформализации. То есть... И они нужны нам для сокращения расходимости здесь. Ну а есть члены конечные. Конечные члены, которые... Они ничем не фиксируются. И... Ну их можно в каждом порядке теории возмущений менять. А это означает, что вы можете менять определение заряда и определение массы. Вот... Как выглядит... Ээээ... Перенормировка с точки зрения... Эээ... Лагранжава с конечными членами. Вот мы и вводим. Переформулируют теорию возмущений так, чтобы она была уже сразу с... Эээ... Теория возмущений с физическим зарядом и физической массой. Ну правда, эти заряды... Я повторяю, что определение... Здесь мы еще не сказали. Где определена эта масса? Не сказали на это. И вовсе не требует, чтобы... Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээ... Ээээ... Эээ... Ээээ... Ээээ... Эээээ... Ээээ... То есть вовсе не требуем, чтобы поляризационный оператор обращался в ноль при Q квадрат равном нулю, мы только требуем, чтобы расходимости сократились, а конечные величины при этом остаются нефиксированы, мы можем изменять им константы вот этих перенетров. И таким образом у нас есть и в этом подходе видно, как у нас можем проводить перенетровки с разными определениями физического заряда и физической массы. То есть физический заряд, это вовсе не означает, что заряд на больших расстояках. Мы можем заряд перенетровки делать таким образом, чтобы у нас, скажем, облеглился поляризационный оператор в ноль не в дуле, а в произвольной точке при Q квадрат равном. равен минус μ квадрат, где μ производится. Ну, а вот знак «минус» здесь нужен для того, чтобы, понимаете, мы можем потребовать, что поляризационный оператор, если мы смотрим при отрицательных константах, В ефклиновской области при Q квадрат равном минусе квадрата, то это вещественная легчина, и она у нас, это одна легчина. Одна. А если при Q квадрат положительная, то это уже комплексная легчина, и это есть две реальных легчины. Ну, предполагает, что константы Z вещественные, константы перенетровки вещественные. И поэтому мы можем там вычитание проводить. Занулять коллекционный оператор только в... или массовый оператор, или поправки к вершине, Занулять только в... или пустой области. Ну, ладно. Пожалуй, это всё. Это же есть. Да. Можешь вопрос? Если бы член, который вещественное действие даёт конечный член? Ну, конечный флаг. Тогда вот эта вся остальная цель даёт же бесконечный флаг. Что? Не понял. Ну, смотри. Вот мы... вот мы скажем. Ну давайте посмотрим на поллекционный оператор, да? Или на что угодно. Ну, ладно. На поллекционный оператор. Мы шли в поллекционный оператор. Ну, для простоты. Вот pr квадрат мы вычитали, да? Вот эта диаграмма дала нам белка в квадрате равная, ну поскольку мы уже разложение идем по Е, она дала нам альфа, да, дала нам некую функцию, альфа, ну, на b, а здесь, ну, просто запишут на b, а здесь стоит логарифм белка в квадрате, белка в квадрате, да, ну, Лучше и так, а лучше так Как квадрать, две едины regarding квадрат, да, плюс, ну, нет, функции от К в квадрате к м в квадрате Делаем это масло электрона, да? Басовая электроника. Из размеров соображений следует такое. Только такая может быть зависимость. Лянга квадратная. Есть логарифт лянга квадратная. И есть лянга квадратная. Но, на самом деле, для нас это не важно, и этот коэффициент не важен. Теперь, я говорю, что вот здесь нам нужно... Вот есть такая диаграмма. А есть у нас еще вот такая диаграмма, да? Вот такая диаграмма. Вот, которая идет отсюда. Какая есть диаграмма? Ну, а у нас стоит z3 минус е1. Мы говорим, что z3. Мы говорим, что я же возьму z3, говно. Альфа делим наши речни, да? А здесь стоит логарифт лянга квадрата. Минус альфа. Лянга квадрата. На мю квадрат. Где мё это произвольная точка. Да? Производная точка. Да? Что мы получим? В сумме этой и этой диаграммы, что мы получим? В сумме этой и этой диаграммы, получим здесь стоит мю квадрата. Да? Для мю произвольная точка. Правильно? Ну, правда, здесь лучше написать было минус k квадрат, чтобы это было вещественное при отрицании k квадрат. Да? Правильно? Вот. Вот получили. Мю произвольная точка. Мю произвольная величина. Понимаете? То есть у нас в коллекционном операторе есть свобода. А это уже всё. Это полный коллекционный оператор. С учётом конкурентов. То есть перенормированный коллекционный оператор, да? Да. Ну, видите, у меня есть свобода. Вижу, да. И эта свобода означает, что... А как у нас теперь заряд, что мы определяем? Физический заряд. Как это? Ну, а что такое физический заряд? Это заряд... Ну, можно так сказать, что... Что у нас входит... Опять же, возвращаемся к этому примеру. Вот у нас есть взаимодействие. Что такое взаимодействие? Это есть... Это есть потенциал взаимодействия. Фурье область от потенциальной энергии взаимодействия. Это у нас есть... Е квадрат, делить на единицу... Ну, и на квадрате, да? На единица минус b от q в квадрате, правильно? Фурье область от потенциальной энергии взаимодействия. Где мы видим, что это... p от q в квадрате... p от q в квадрате зависит. Мы можем, пожалуйста, определять это p от q в квадрате. И это соответствует тому, что мы меняем определение заряда. Правильно? Да? Мы можем так это написать. Кто это есть? Кто это... Физически-то у нас не должно ничего... Взаимодействие... Физическое взаимодействие... Не должно зависеть от точки... Ну, от наших каких-то махинаций, да? Если мы меняем полистон оператора, то сказать, что мы меняем заряды, примерно. Ну, вот. Вот. И тут же так с другими... С массой, опять же. Там самая картина с массой. Что мы по-разному... По-разному оператору... Физически... Вот если в этом дельтове есть те члены, которые, грубо говоря, пропорциональны... Содержат логарифм лямка, если не говорим о лекуализации методом обрезания на верхнем пределе. Здесь есть члены, которые логарифм лямка содержат. Они фиксируют... Эти члены, они забиты. Они... Как они забиты? Они забиты тем требованием, чтобы сумма диаграмм-то была наличная, да? Сумма диаграмм-то. Они призваны... Члены, содержащие логарифм лямка, призваны сократить бесконечность, правильно? Поэтому они фиксированы. Но здесь есть еще и конечные члены, правильно? Если мы сюда добавим конечные члены, то это все равно, что мы изменим определение массы, правильно? То есть мы можем проводить перенормировку, используя разное определение массы. Разное определение массы. Другое дело, что... Когда мы говорим... Почему в электродинамике проводилась перенормировка на массовую поверхность? Ну, потому что это определение массы, как полюса пропагатора, оно... Ну... Естественное определение, да? Естественное определение, потому что... Если мы... Что такое масса-то? Масса-то та величина, которая входит в соотношение между энергией и импульсом, да? Мы привыкли к такому определению, что... Энергия равно... Частиц с импульсом b это из корень квадрата, из m квадрата, плюс p в квадрате, правильно? Вот это определение массы, да? Да. Если мы хотим такое определение массы, так определить массу, то, конечно, масса должна быть полюсом в пропагаторе, да? Да. Но... Такое не всегда возможно, понимаете? Не всегда возможно такое определение массы. Потому что у пропагатора вообще может не быть полюса, я уже говорил. Если частица... И это определение, это определение массы, оно подразумевает, что частица может быть свободной. Эта частица может уходить на бесконечность, правильно? А квадрата не уходит на бесконечность. Такое определение массы принять бессмысленно, да? Надо какое-то другое определение массы изобретать. Оно непонятное, но... Но я повторяю, что мы можем... Ну вот... Сделали массу вот так вот. У нас сигма... Сигма r. Сигма r, перенормированная от m, да? Равно нулю, правильно? Да. Ну... А мы можем определить массу вот таким образом. Вот таким образом. Массу определить не как зависящую от точки перенормировки, μ, да? И сказать, что... Определить так, что... Сигма r от μ равно нулю. Сигма r от μ в точке μ равно нулю. Не в физической массе, а в какой-то точке μ равно нулю. И это будет определением нашей массы в точке μ. Понятно? Да. Ну вот... Это, значит, зависимость от перенормировки. То есть величины, которые мы определяем физически... Ну я не понимаю, можно по-разному использовать разные определения физических величин. Ну, вот еще раз повторяю. Проще всего это, конечно, с точки зрения... С зарядом выводить. И мы знаем, что заряд... Заряд у нас опять в том идеализированном случае, когда у нас есть только бесконечно тяжелые взаимодействия двух бесконечно тяжелых объектов, частиц. Вот у нас все... 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 Амплитуды рассеяния для таких частиц. Она вот дается только для обратной... То есть есть только одна линия со всеми поправками пропагатора фотона. И это получается E0 в квадрате делить на Q в квадрате. Я уже много раз это писал. И делится минус P от Q в квадрате. Да? Определим заряд. Определим таким образом зарядом. Что E... E от µ в квадрате... Или так скажем. Определим... Как естественно определить заряд? Вот возьмем... Вот возьмем... Возьмем... Потенциальную энергию взаимодействия. Потенциальную энергию взаимодействия. Вне с чем, в порядке, в теорию изучения, она ввелась себя как E0 в квадрате делить на R. Правильно? Да? E0 в квадрате делить на R. Ну, так скажем. Мы можем... Ну, конечно, если мы будем считать поправки, то здесь уже будет Е1 расстанется. Но это будет не константа 1 по Е1, да? А некая функция АТ, которую мы можем обозначить E0 в квадрате АТ. Да? Вот так можно сказать. Вот потенциальный... Общий вид потенциальной энергии взаимодействия. Это не закон Улона. Это модифицированный закон Улона. Вот это E2 в квадрате делить в себя. Все поправки. Как это будет выглядеть в импульсном пространстве? Ну, в импульсном пространстве это будет выглядеть так, что это будет единица или единица на Q в квадрате, да? А это будет E2 от Q в квадрате. Правильно? Вот E2 от Q в квадрате. Теперь. А как же? Вот. Заряд вообще зависит от расстояния. От Q, от передачи импульса и от расстояния. Заряд зависит от передачи импульса. А мы говорим, что не квадрат это от нас только не снимает. Почему мы так говорим? Да потому что мы так определили. Уже все никакой зависимости от передачи импульса. Почему? Потому что мы привыкли определять. При Q таким образом определять заряд. Что? Что? Вот это есть. Таким образом определять заряд. Что? У от Q умножить на Q в квадрате. У от Q это потенциальная энергия взаимодействия. Фури образа потенциальной энергии взаимодействия. Мы привыкли определять заряд таким образом, что при Q равном нулю, да? Это есть E квадрат. Вот. И что такое 1,137? Это взяли потенциальную энергию взаимодействия. Ну, здесь может быть какие-то коэффициенты, там, типа 4,3, но я на них не обращаю внимания. Я смысл хочу прояснить, что он взяли потенциальную энергию взаимодействия. Фури образ, да? Умножим на Q квадрат. И при Q квадрате равном нулю. При Q равном нулю сказали, что это заряд. Это вот определение заряда, которое дает нам 1,137, да? Да. А могли бы сказать, а вот берем Q квадрат, умножаем на U от Q, и берем Q квадрат равным мю в квадрате, да? Q вектора в квадрате, равном мю в квадрате. И это скажут, это есть E квадрат, еще в квадрате. Могли так определить? Могли. Могли. Это совсем другой заряд, который зависит от пучки перенармировки, или от перенармировки, тут уже все личины перенармированы. Это другое определение заряда. Другое определение заряда, да? И любые определения разноправны. Но вот это определение заряда, вернее, старое определение заряда соответствовало тому, что мы проводили перенармировки так, таким образом, чтобы P в нуле, P перенармировали. Вот это вот в голых величинах. В перенармированных величинах, это так пишется. E перенармированная, ну или просто E квадрат, делить на Q в квадрате, а здесь-то единица минус P перенармированная Q в квадрате, да? Вот так. Перенармированный заряд, вот так пишется. Теперь, это E квадрат, это E квадрат. Перенармированный заряд. Мы можем определить по-разному. Вот то определение, которое используется в электроэнергии. R отвечает тому, что перенармированный R по ревизионным операторам в нуле, в нуле, обращается в ноль, да? И это отвечает как раз вот, ну вот, как раз тому, что Q квадрат на U от Q равна нулю, если квадрат заряд, правильно? Да. Ну вот, а мы можем по-другому подсказать. Здесь написать E от U в квадрате и потребовать, чтобы PR от Q квадрат равна нулю с нул квадратом, равно нулю. Понятно? Вот мы требуем, чтобы перенармированный, а, перенармированный, проводим таким образом, чтобы в точке Q квадрат равна нулю, по ревизионному оператор обращал со мной. И это соответствует тому определению, что у нас заряд, определение заряда в точке Q квадрат. Это мы как раз лучше этому соответствуем. Видите? Да. Ну вот, а тогда я не приобрел. Вы поднакиваете. А что же вам было непонятно? А? Что непонятно? Да. Ну, тогда, получается, у нас заряд зависит от нашего мира, которого мы хотим. Заряд зависит от того, где мы его приняли. Естественно. Ну все. Ну вот здесь же, вот это ум от Q, да? Ну да. Это физическая, объективная реальность. Взаимодействие. Потенциальная энергия взаимодействия между двумя частицами, да? Да. Вот мы говорим, мы можем определить. Ну берем, ну это же функция Q квадрат, да? Ну да. Берем значение этой функции при Q квадрат какому-то Q квадрат? При полную Q квадрат. И говорим, что это заряд. Ну конечно, это заряд будет в точке, определенной в точке Q квадрат. Хорошо, хорошо. Все? А? Да. Кто еще не понимает? Да, то есть, мы один раз определяем какой-то точке Q и так вот дальше следуем, нет? Ну естественно. Мы можем определить заряд в любой точке, да? Да. Ну или перерывнировок провести в любой точке. Ну используйте этот заряд. Конечно, мы должны работать с одним зарядом. Хорошо. А как тогда получается, что он зависит от радио? Ну, от расстояния? Если мы выбрали эту точку, значит он будет... Ну если мы выбрали все, если мы выбрали, если мы выбрали перерывнировку на массовой поверхности, все, у нас заряд есть Q квадрат 1,7. Все, больше ничего. А когда вы говорите, что он зависит от расстояния, это вот что означает, что заряд, вот этот заряд, да, вот этот заряд, можно выразить в точке Q квадрата, можно выразить через заряд, который есть от нас в 37 варе, да? А, просто природить? Ну конечно, а что значит? Ну это заряд. И как он будет выражаться? Вот этот заряд, E квадрат от 3 в квадрате, или альфа от 3 в квадрате, альфа от 3 в квадрате, будет равен... будет равен нашему альфа, да, нашему альфа, делить на единица, минус альфа, делить на 3, ну правда предостаточно больших на квадрате, вообще-то это будет, там, соотношение... Флошное, ну вот, при мю квадрат достаточно больших будет, минус альфа на 3 в квадрате, на 3 в квадрате, а здесь будет, сказать, логарифм мю квадрата, делить на ем квадрат. Вот какой будет цепляшка. Да, понятно. Видите, зависит он от мю квадрата. Да, понятно. Это и есть точка переномбировки, или бегущий заряд, или заряд. Ясно. Такой вопрос. Да? Получается, как вот эта формула включается? Вот эта формула? Да. Вот непонятно. Ну вам же непонятно, ну вы что говорите? Вы же... Да вы не знаете. Вы смотрите, ну вы же, у нас, вы же сказали, что вот у нас альфа, да? Или как, вот эта вот формула. Так что она означает? Значит, что е квадрат, что это есть? Ну как вы это написали? Давайте вот это вот перепишем, что это такое, да? Что это есть единица? Что это есть е0 в квадрате, да? Вот это вот. Да. Или на единице минус p открыт в квадрате. Правильно? Да. Хорошо? Хорошо. Вот. Получили. Да? Да. Ну хорошо. Ну... А как вы получаете ладони? Ладони, пальцы, тряпи... Я понял. Ну это еще, понимаете, это еще не... Какой это еще заряд? Это 0. Это голый заряд. Да? Ну хорошо. А давайте напишем, значит, напишем е квадрат, который есть залет при 2 квадрат равном нулю, да? Да. Значит, получили. Что это есть? Е0 в квадрате делить на единицу минус... Что там получили? p от нуля, да? Правильно? Ну давайте разделим. Или вернее так. Е0 в квадрате сюда подставим, да? Да. И что мы получим? Опять же. Что мы получим? Получим, что е0 отсюда подставим, да? И получим, что это будет е квадрат делить на единицу минус p от nu квадрата Плюс p от нуля. А, или минус p от нуля. Правильно? Да. Ну все, вот вам... Вот е от нуля квадрата, да? Это е квадрата. А это разница вот этих вот предисконных операторов, или это есть... Есть этот логолифт. Да? Можете показать, что это логолифт? Вот это непонятно на карате. Ну, понимаете, это конечно, я говорю... На самом деле это... Как доказать, что логолифт? Ну, как доказать, что логолифт? На самом деле эта формула... Что-то разумевает, что... На самом деле эта формула не точно, понимаете? Она справедлива тогда, когда... Я уже говорил, чтобы избежать этой формулы, я пытался говорить о двух точках перенормировки. О точках μ1 в квадрате и μ2 в квадрате. Вот так вот. И тогда здесь будет μ1 в квадрате на μ2 в квадрате. Вот так. Эта формула очень просто получается. Мы говорили, что полифицированный оператор 0, α на 3, μ, λ, μ, λ. Вот расходимость есть, да? Но если мы смотрим этот полифицированный оператор при больших... Вот смотри, мы берем... Эта формула при больших квадрате на 2, она правильная. Почему правильная? Потому что когда мы... Вот берем полифицированный оператор. Он у нас расходится, да? Расходится. Можно написать логарифм λ? Расходится на верхнем пределе. Вот он, логарифм λ. Ну, коэффициент, конечно, надо вычислять, тут ничего не понятно. Коэффициент надо вычислять. И вы его вычислите в свой объект. Но главное в том, что он расходится, да? Теперь... Теперь... Ну, а если мы берем его... Когда К квадрат большой, да? То эти импульсы, вот эти массы здесь, можно обратить в нуль. Понимаете? Да? Массы. Ну, потому что у нас все... Расходимости по ним нет, по этим массам, да? Этот интеграл конечен при массах равном нулю. А значит, а поскольку есть своему безразминности, этот интеграл зависит только от отношений. М квадрат К квадрат, да? М квадрат К 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 Который здесь состоит в знаменателе Это и есть разность поливиссонных операторов в точке U1, U2, а это и есть этот лагерей Все? Все, почти ничего Ничего, ничего Такого загадочного здесь нет Альфанотрифию вычислите? Альфанотрифию вычислите, конечно, конечно, безусловно Да, может, еще я вам покажу, как вычислить ее Ладно, все, до свидания